Как всегда, слушаю старую музыку, так как я бабка старая. Мои хорошие, всем привет! Так, всё засвечено, да? А что с этим делать? Теперь всё, темно? Ура! Никакого понимания происходящего. Дорогие мои, всем привет! У меня бодрое, хорошее настроение, потому что... Потому что 24 градуса жары в Москве. В Москву пришло лето, пришла весна, наконец-то. Я безумно этому рада. И как будто бы даже ещё не верится, я всё равно выхожу в свитере. Жилетку, правда, надела, не куртку уже, потому что... Мне кажется, это такая, знаете, страшная пора, когда вроде уже тепло, но потом фигак ветерок подует, и ты уже лежишь с температурой. Поэтому нужно очень осторожно сейчас выходить на улицу, гулять, думать, что надеваешь. Короче, клоню к тому, что лучше тепло одеться, и если что, там, чуть-чуть расстегнуть на куртку, пуговицы какие-то на кофте, чем сразу выйти в футболки голым, чтобы не заболеть. Так, мне не удалось установить устойчивую камеру. Придётся это делать в какой-то пробке. Так, куда я сейчас еду? Я каждый день куда-то еду, каждый день я стою в пробках, куда-то еду, куда-то мчу, но не опаздываю. Сегодня у меня фотосессия где-то очень далеко от моего дома. Ну, вообще-то, да, 10 километров всего. Это без пробок, ну, минут 15. Но, так как у нас сейчас 7 баллов, ехать мне 57 минут, но осталось уже 46. Ну, офигенно. Зачем мне вот маршрут строить туда, где дольше ехать, чем тот, где я ехала? Гениально. Спасибо, навигатор. Недавно лежу, я об этом вообще вспомнила, случайно. Я что-то посмотрела на Виву, у меня в голове просто щёлкает «Март». Почему «Март»? Потому что обычно все движухи, ну, не деловые, а всякие движухи у меня начинаются в марте, лютые. Сделать-то оно машину обычно, но я уже сделала-то раньше. Потому что я больше нагоняла километров, скажем так. И у меня заканчивается страховка. В Виве не надо делать уколы, дать прививки плановые, вакцинации вот эти все. Ох, боже. Это чтобы вы понимали, как я чихаю. Не как милая девочка, я всегда чихаю вот так. Как вам мои реснички, кстати? Это у меня изгиб. Ой, изгиб. Изгиб-то тот же, это Дэ мой. Мы не стали рисковать делать новый изгиб. Решили просто эффект поменять. Лиса. То есть до этого у меня была мягкая лиса или, типа, кукла-лиса. А сейчас мы сделали больше лису. Вот. Но я... Моим ощущением так много ресниц, как будто бы. Наверное, из-за того, что я долго ходила с маленьким количеством, объемом ресниц, потому что много выпало. Когда я на дороге слышу звук скорой, полиции, я сразу начинаю смотреть зеркала и искать их, потому что... А, все, нашла. Вон там едет. О, видите? Реанимация. Ой, засмотрелась. А, скорая мне заспакала. Короче, всегда смотрю, потому что думаю, где они едут, чтобы пропустить, сдвинуться в ряд, еще что-то. Не знаю, кто водитель, кто тоже делает так, напишите в комментариях. Но я думаю, это нормально все так делают. Со мной сегодня случилась невероятная история. Я выходила из дома, Слава меня ждал, я уже начала это рассказывать. Ой, я не представляю, как тяжело быть человеку, который пишет мне тайм-коды к видео. Я выхожу из подъезда и вижу крысу. Понимаете? Я вижу крысу. Так, ментусики. Думаю ли, мои камеры не понравятся. Мои хорошие друзья мои, ментусики. Вижу крысу, я испугалась. Прикол в том, что Слава все это заснял на видео, сейчас я вам покажу этот кусок. Средь бела дня, я не понимаю, не понял вообще. Ты что тут делаешь? Ааа, дверь открывается. Прикинь. Ты чуть крысу не убила, Юль, ты что? Я за свои, не знаю, Макдональдс продам. Как я ее сейчас не обидела. Я просто офигела, потому что я не ожидала. Я выхожу, блин, средь бела дня. Крыся. Около моего подъезда. Меня ждала, наверное, фанатка моя. Ору, это просто дичь. А Слава все это заснял, потому что он просто офигел от того, что увидел крысу. И я ее еще и дверью шибанула, понимаете? Ужас. Не знаю, что за съемочка сегодня у нас будет, что получится. Никаких классных причесок у меня на голове нет. Я наоборот выпрямила волосы так, как я давно уже не выпрямляла. Типа просто вот чисто прямо. То есть я в последнее время их делаю, ну знаете, подкручиваю концы, еще что-то. Типа вот как-то вот так вот могу сделать. А тут сегодня я прям чисто выпрямила, просто максимально и все. Ну у меня с собой есть расческа, резинки. Если что, можно будет что-то придумать. Не знаю, что получится. Я взяла луки, всякие свои одежки. У меня много сейчас хороших, классных, новых вещей, которые надо еще отфоткать прикольно. Просто не могу. Такая бабка. Я просто обожаю эту песню. Блин, жарко, я не могу, мне надо походу раздеваться. Слушай, что у меня топик внизу, вкусмарк. Так, мне осталось 9 минут, поэтому уже когда еду, свидимся. По данным Ассоциации туроператоров России, туры с вылетами в Турцию до 1 июня купили больше полумиллиона россиян. Общая стоимость этих путевок около 32 миллиардов рублей. Помимо Турции, российские власти решили приостановить авиасообщение с Танзанией на тот же период. Как сообщает Ватор, путевки туда куплены примерно 7 тысяч россиян. В авиакомпании ЮТЕР заявили, что пассажиры с билетами в Турцию и Танзанию смогут вернуть их или изменить даты. Слушала я тут, сидела про закрытые новые границы. Ну, едем, нет. Ну да, отстой. Никуда не поедешь. Ну, в принципе, если честно, очень хочется, очень хочется отдохнуть, поехать куда-то, да. Ну, куда ты сейчас поедешь? Не знаю, не, можно, конечно, это заморочиться. Я просто очень люблю с пересадками летать. Ни разу не летала и не хочу пробовать, если честно. Ну, не то, что там прям, может, и придется, да, в ту же Грузию поехать, так. Но, как сказать, то ищем место. Спасибо. А волосы как-то очень хлеба, с одной стороны можешь оставить? Да, вот так вот. Хорошо, на меня посмотрела. Будет красиво очень. И давай как-нибудь ножки поменяем. Можешь на меня вот так вот так вытянуть. Да. И попробую локатиться на большую стену, сделать вид, что ты так просто больше сидишь. Такой, да. Нет. Спинку вытянет, просто так чуть-чуть, да. Вот. Да, одну ножку пониже, другую повыше, можно так под себя. Да, только ровно. Да, коленку только не заваливай туда. Это там. И это очень нравится. Так, ребят, у меня уже закончилась съемка, причем давно. И со съемки я сразу сейчас еду к папе домой, потому что там дедушка, завтра он поедет на дачу. Сегодня ему пришел тест на корону. Отрицательный. Конечно, если бы я знала, что приедет дедушка, хоть я и догадывалась, но ведь наверняка знать не могла. Я бы сделала неделю не такой загруженной. Так что, ну ничего страшного. Хочется кушать, мне еще полчаса ехать. Это прям хорошо, но я еду уже очень долго. Пробки офигеть какие. Устала от того, что в дороге весь день, а не то, что я там что-то такое сделала невероятное. Просто весь день в дороге уже устала сидеть. И хочется просто сидеть, а не в машине. Еще пробки, это отстой. А еще я думаю, что мне прилетит штраф из-за моего тупого навигатора и из-за пробок. Мне не удалось перестроиться там, где надо, и пришлось чуть-чуть подальше, и не знаю. Но надеюсь, что нет. Если нет, то это будет хорошо. Сегодня будет мой день. Вообще, с кем я сегодня не общалась, мне сказали прям все. Сегодня вообще не мой день. У мамы моей вообще ночью машину поцарапал кто-то. Сейчас они там разбираются, ищут на видеокамерах по видеонаблюдению, кто проезжал там, кто поцарапал мамину машину. Прям жестко она говорит, но я не видела, она мне фотки не присылала. Грудинская собака. Да, в профиль, в профиль. Ага, на вашей четвертой, она с бабами. Слюнище. Давай, давай. Да. Давай. Давай, давай, давай. На меня сам. Слить! Зая! Во! Вот так Зая делается. Понял. Сделай Заю. 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 Заю сделай. Вот молодец. Вот молодец какой. Молодец. Сейчас Юля даст тебе кусочек. Я? Ну, конечно. Мы так не договаривались, да? Вообще-то. А если бросить, он поймает? Поймает. Сидит. Сел. Бросай. Круто. Гела, привет. Привет. Тут Вилочка. Спит. Да лежи уже, лежи. Ты так мило там лежала. Мама даже кровать с тобой заправила. Пирожунька моя. Пирожунечка. Все? Ты уже встала? Ты уже проснулась? Тогда мы подушку сюда положим, ладно? Ой. Вот так вот тебе подушечный рай. Всем привет. Показываю себя без макияжа. Делаю это очень редко, потому что все равно не идеально. Но у меня просто очень странный день, потому что встала я, знаете, во сколько? В пять. В пять. Не утра. Утра. Господи, смещно. Я не знаю, если честно, как так вышло. Клянусь ей богу, я не знаю. Потому что вчера я легла даже не так поздно, как до этого ложилась. Но при этом вставала типа в 12-30 в час в два максимум. А тут я легла не так поздно. И почему-то я встала в пять. Я просто в шоке. Но хочу начать я не с этого. Я думала оставить это на конец видео. Но решила, что начну сейчас. Короче, видите, какая у меня сейчас кожа? Ну, не идеальная. Но не то, чтобы прям типа... К чему я? Каких-то прям прыщей у меня как таковых нет. Возможно, вот здесь будет прыщик. Ну, что поделать. Но я вообще спокойно, спокойно отношусь к своей коже сейчас. В смысле, в том плане, что я смотрю на себя, и у меня нет такого, боже, жизнь отстой. То есть я смотрю на себя и думаю, господи, спасибо. Почему? Я очень долго вам не показывала свои фотографии, что было с моей кожей. Вы все прекрасно видели мою кожу в плохом состоянии на видео. Но все это было подтонной косметики. И просто некрасиво выпирали какие-то болячки, да, вот это вот все. Но именно то, как это все выглядело без макияжа, и то, с чем мне приходилось жить очень долго. И встречать свои 23 года и Новый год, то есть в Новый год, значит так, заходить с такой кожей, мне было, конечно, ну, морально очень обидно. Я пока буду немножко вам говорить, а потом уже резко покажу фотки. Я хотела снять отдельное видео на эту тему. Типа, ай, как интересно. Блять, это не похоже на меня. Ладно, это тоналка, ничего страшного. Короче, хотела снять отдельное видео на эту тему. Рассказать, чем я лечилась, чем мазалась, что вообще делала. Ну, в общем, все вот эти вот этапы рассказать. Показать, понятное дело, кожу. Ну, что-то, знаете, не знаю. Мне показалось, что я не хочу как-то посвящать этому прям отдельное видео. Потому что, во-первых, моя кожа не идеальна сейчас. И у меня все равно часто спрашивают, типа, что мне помогло. Потому что люди же прекрасно помнят, как у меня выглядела кожа. Даже с макияжем. То есть, она выглядела, ну, не очень, да. Я говорю, все выпирало, торчали болячки. Даже под косметикой, то есть, было видно, что там дичь. У меня, понятное дело, все спрашивают, что мне помогло и так далее и так далее. Я считаю, что мне помогла гомеопатия. Ну, то есть, люди, которые в это не верят, ну, они могут лечиться другими какими-то вещами, да. У других врачей это меня вообще не касается. Я просто делюсь с вами тем, как бы, что я думаю, своим мнением. И, как бы, вот то, что я делала, ходила, бродила. То, что я пила, там, или, не знаю, мазала. То есть, все равно у меня, как бы, четко есть ощущение, что именно гомеопатия мне помогла. И с каждым разом эти мисли у меня подтверждаются все больше и больше. Потому что сейчас мы... Ну, я вам рассказывала, что гомеопат сказал, что у меня стафилококк. Не знаю, как бы. Ну, я знаю, что он есть у всех. Просто у кого-то это все выражается как-то очень жестко. У кого-то не очень. У кого-то он, там, в каком-то спящем режиме. Короче, гомеопат мне объяснил, как. Во-первых, стафилококк навсегда прям убрать не вариант. Его нельзя убрать. Блесничка отвалилась. Потому что он есть у всех. Это какая-то, там, бактерия или кто он там. Который сидит у всех. И он просто должен занять какую-то свою нишу, какое-то свое место. Сидеть спокойно там и не наносить какой-то вред, ущерб моему организму. Как, в принципе, должно быть. Я, на самом деле, не расстраиваюсь от того, что мне сказали, что у меня там стафилококк, еще что-то. Потому что мне гомеопат мой сказал, что мне очень повезло. Он мне сказал, что мне повезло, потому что у меня, как это называется, ну, типа, триггер. Я не знаю, правильно ли я это слово употребляю. Короче, когда я нервничаю, простужаюсь, еще какая-то фигня. Ну, скорее, больше именно стресс какой-то. У меня сразу, типа, стафилококк активизируется. Как раз прыщи. У меня это все прыщами на лице. Только на лице проявляется, выявляется, не знаю. И он сказал, что мне повезло в этом плане, потому что стафилококк не так страшно, как, там, другие какие-то болячки, бактерии, которые могут, там, ну, бактерии, не знаю. Короче, он мне там приводил какие-то примеры, что бывает у людей, и которые к нему тоже ходят. Он рассказал, что вот у тебя стафилококк, то есть ты понервничаешь, ну, у тебя прыщи. То есть мой организм меня предупреждает о каких-то непорядках внутри именно прыщами. То есть стафилококком вот этим моим. И мне, типа, очень повезло, потому что, во-первых... Ну, как повезло? Может, он меня успокаивал? Не знаю. Но, типа, суть заключается в том, что как только что-то со мной не так, у меня вылезают прыщи. И таким образом я могу сразу понять, что со мной что-то не так. У кого-то ничего не появляется, не вылезает, ничего не болит. И потом начинаются какие-то осложнения, какие-то проблемы очень сильные со здоровьем. Потому что человек, ну, не видел ничего. Ну, вот как у меня, например, я сразу могу увидеть. Это как в какой-то игре, например. Когда у вас жизни полные, и вас стрельнули, у вас меньше жизни. И вы сразу видите то, что так, надо, типа, что-то съесть. Ну, в игре я просто задротом стала. Я просто такие аналогии, типа, привожу, чтобы, ну, как-то понятнее объяснить. Хотя я думаю, что вы поняли. И, типа, что он сказал-то? Что, типа, это неплохо. Ой, я хотел мой дом заказать. Короче, он мне сказал, что у меня стафилококк. Вот эти подкожные закрытые комедоны, это очень характерно именно для стафилококка. Я это знаю, потому что я еще очень давно в интернете смотрела. Мне кто-то сказал как-то давным-давно, блин, а может у тебя это? Я такая, не знаю. Погуглила, очень похоже на то, что у меня было. Я такая, ну, может, не знаю. И в итоге все забило. То есть я очень много лет, ну, типа, не знала. Самое интересное, что то, что мне кололи антибиотики, я понимаю, что я не сдавала анализы на стафилококк тогда. Ну, вот в Смайл-студии я ходила к дерматологу Инге. Она замечательная, спасибо ей огромное. Она мне, на самом деле, очень тоже много помогла. Я тоже рассказывала, что она отвела меня в клинику, где можно сдать на этого демодокса клеща. У меня его не было, слава богу, не обнаружен. Потом, что она мне мази назначала, всякие штучки с лицом делала, штучки-дрючки. То есть она мне максимально хотела помочь. Я не знаю, насколько мне помогло, помогли, например, мази. Потому что вот эти уколы с антибиотиком, они мне не особо помогали. Я сделала три раза, улучшений каких-то прям сильных, больших не было. То есть вот мы колем, и сначала вроде как лучше становятся антибиотики, а потом опять плохо. Ну, то есть, короче, не знаю. Но мы, понятное дело, на тот момент не знали, что у меня стафилококк. И к чему я клоню? Во-первых, всегда нужно знать, что у тебя. Но антибиотики, это типа, ну, наверное, неплохо. То есть, возможно, в какой-то степени они бы мне помогли. Как минимум, рассказываю историю, как-то я пила антибиотики, я болела, и у меня очистилась кожа. Вот был у меня такой период, у меня очистилась кожа. Я такая, ого, классно. Потом у меня все вернулось. Выясняется, что стафилококк, ну, не то, что боится антибиотиков, но можно его, скажем так, приглушить антибиотиками, но не вылечить. Суть в том, что это типа не лечится. Но меня это не пугает, то есть просто задача наша в том, это не лечится, потому что это у всех есть. И это просто бактерия, это как, я не знаю что. Ее никуда не денешь, не удалишь, никак. Это не только со мной связано, просто никому не избавиться от него. Просто у кого-то он сидит спокойно у себя там в какой-то закрытой комнате, этот стафилококк в организме, и никому не мешает, не докучает, ничего плохого не делает, а мой активизируется. Это я вам тоже расскажу так. Ну, я не знаю, интересно вам это, не интересно, но надеюсь, что интересно. Я даже вам фламингу на фон поставила, чтобы красиво было. Ну и короче, антибиотики могли мне помочь приглушить, скажем так, воспаления, которые вызваны были стафилококком, но только приглушить, то есть убрать их все равно бы не получилось. И я прекрасно знаю, что вот сейчас, например, у меня, ну, плюс-минус хорошая кожа, да, в сравнении с тем, что было, сейчас мы уже подходим к тому, что я вам покажу. И я прекрасно понимаю, что в любой момент просто какой-то стресс, какое-то переживание, не знаю, переутомление, еще какая-то фигня, у меня просто резко хренак и спокойно все может вернуться. И знаете что? Я понимаю, что тот же Рокутан, если бы я его начала пить, думаю, что это бы очень мне не помогло в итоге в будущем, в дальнейшем моей жизни, потому что у меня бы прошли прыщи, и я бы никогда не смогла определять, все ли в порядке со мной в моем организме, потому что я бы не видела, ну, на лице прыщи и думала бы всегда, что со мной все хорошо, и ничего делать не надо, вообще ни за что не переживать, а так из-за того, что вот у меня такая фигня, да, я очень много всего узнала про свое здоровье, и сейчас, получается, мне сказал гомеопат, что он мне как сказал, что у меня стафилококк сидит где-то здесь, я не знаю, как это называется, здесь, в кишечнике, и еще где-то он у меня сидит в печени, или нет? Короче, суть заключается в том, что это его, типа, любимые места во мне, где-то здесь, то есть не на лбу, а вот что-то там, что-то вот внутри лба, он где-то там сидит, любит сидеть, но здесь мы его, типа, убрали, то есть он сейчас у меня где-то в животе, может, уже там и не сидит, не знаю, может быть, он уже занял свое какое-то закрытое местечко, закрытую комнатку, это я уже так объясняю, и просто там сидит, и вообще не пристает ко мне. Почему? Я думаю, что, наверное, он уже где-то сидит спокойно и не мучает меня, потому что, помните, я ходила к гастроэнтерологу, мне сказали, что у меня какая-то свободная жидкость в животе, я не знаю, рассказывала я вам или нет, потому что так давно уже было столько информации, и постоянно рассказывала, что я уже не помню, что говорила, что не говорила, но мне кажется, что говорила. Короче, гастроэнтеролог сказал, что у меня свободная жидкость где-то в животе, это показало УЗИ, обычно приходишь на УЗИ, тебе там все смотрят, и пишут в заключении, типа, свободной жидкости не обнаружено, у меня, типа, обнаружено, я такая, ах, винеть, а что это значит? Вот, суть в том, что до того, как я сходила к гастроэнтерологу, меня ничего не беспокоило, и сразу же после того, как я вышла от него, у меня сразу все забеспокоило, все, что мне сказали, я сразу начала ощущать жидкость свободную в животе, как я это ощущала, это дичь, это просто очень странно. Вот, например, у меня пустой живот, ну, то есть не поела, голодная, я просто надуваю живот, и у меня лютые урчания в животе, то есть прям чувствуется, слышно, что это вот именно вода, свободная вода, и она там просто бру-бру, я не знаю, это дичь. Я это, ну, долго достаточно ощущала, несколько месяцев, просто иногда сильнее, иногда не сильнее, и, понятное дело, что, ну, типа, как сказать, какого-то сильного дискомфорта я не ощущала, то есть просто вот если я прям голодная, то и надуть живот, то да, можно было услышать какой-то звук, ну, не так, чтобы прям, знаете, сильно, и, понятное дело, я это каким-то образом еще и контролировать могла. То есть просто, ну, короче, не знаю, суть не в этом. Суть в том, что, понятное дело, я все это рассказала гомеопату своему, говорю, вот чё, чему? Он мне сказал, что, я же тогда пила эти пробиотики, потому что он мне сказал, что мне нужно урегулировать вот эти вот бактерии в животе, потому что там тоже сидит стафилококк, ну, я не знаю, где именно в животе, ну, короче, где-то он у меня там сидит, и, типа, бактерии должны быть, ну, урегулированы. Какие-то плохие, грубо говоря, типа стафилококк, от него ничего нехорошего, да, но и он может ничего плохого и не делать, если его правильно посадить куда-то на место, ну, короче, в угол поставить, типа. И хорошие там всякие, я не разбираюсь в этом, ну, вы поняли, то есть название не назову всяких бактерий. Он сказал, что у меня, ну, типа, нет баланса, нужно его, этот баланс, настроить. Для этого я пила пробиотики и вот эти вот шарики, которые он мне давал. И я могу так сказать, я заметила изменения в своём организме. Как минимум, я не ощущаю свободной жидкости в животе уже давно. Прыщей у меня, кстати, не вылезает. Ну, нет, бывают. Вот, может, тут какой-то прям маленький, но это, типа, знаете, завтра его не будет или если его вообще не трогать. Вот здесь вот что-то красненькое, но, опять же таки, он не выглядит как какой-то лютый прыщ, хотя думаю, что там что-то есть. То есть это уже, знаете, вот такие прыщи, которые я могу сказать то, что, ну, может, сожрала что-то, может, из-за этого, из-за того. То есть вот уже нет ощущения, что это какая-то вот именно больная тема с организмом. Ну, короче, не знаю. Сейчас спокойно я могу сказать на эти единичные прыщи, что, да, может быть, это из-за чипсов. Потому что это единичные такие вот маленькие штучки. И, ну, как бы раньше у меня такого не было. То есть раньше у меня, если что, так сразу дофига. И, ну, понятное дело, я всегда говорила то, что, ну, это не из-за еды. Ну, это не из-за еды. Потому что я знаю, что, ну, это не из-за еды. Может быть, какие-то там четыре штуки из-за еды, понимаете? А все остальные пятьсот из-за чего тогда? Поэтому я очень долго кричала и говорила о том, что это не из-за сахара, это не из-за этого, это не из-за того. Потому что я прекрасно чувствовала и понимала, знаете, вот как мать беременная, да, женщина, она чувствует, что внутри нее девочка или мальчик. Вот так же и я чувствовала при своей прыщи. Я готова вам показать, что было с моим лицом. Это была дичь. Эти фотографии, когда я кому-то показывала из близких, из родных, Ну, типа, знаете, не было реакции такой, типа, фу, типа, о боже, фу, вообще не было такой реакции, была реакция, типа, бедненькая, мне тебя так жалко вообще, ну, то есть вот такая реакция была, знаете, и мне приятно, что была реакция такая, они такие, типа, фу, что это было бы обидно. Ну, не то, что обидно, но просто я прекрасно же понимаю, что это фу. Конечно, хочется в такие моменты, чтобы тебя кто-то пожалел, а не так, что типа, эээ, фу, ты мерзкая. В общем, прикиньте, вот с такими прыщами я всё это время жила. Ну, как всё это, всё то время. Я уже рассказывала, что мне гомеопат помог по моим исследованиям, по моим наблюдениям. И, в принципе, всё, мне больше нечего рассказывать о том, что мне помогло, что, как. Я много чего делала, типа, мази. У меня были две мази, которыми я пользовалась на протяжении 50 дней, каждый день не забывая. Это реально так. То есть я реально не забыла, не пропустила ни разу. И я очень рада тому, что я не пропустила. Но, опять же таки, я не знаю, помогли ли мне эти мази, потому что я ими пользовалась недели две сначала. То есть, короче, пользовалась ими недели две, потом я начала пить шарики. И за неделю, как только я начала пить шарики от стафилокока, у меня прошли прыщи. И вот из этого стало вот, типа, вот это. Только даже чуть похуже было, потому что сейчас всё-таки время прошло, у меня каких-то лютых прыщей не появляется. И когда у меня прошли лютые воспаления и жёсткие прыщи, у меня оставалось очень много красных следов. То есть вот эта вся часть лица у меня была бордовая. Это можно было легко закрасить тоналкой. То есть кожа выглядела гладко, потому что нету именно прыщей, но под тоналкой именно цвет кожи был реально прям бордовый. Я об этом говорю с улыбкой, потому что всё это было, прошло, и нафиг, чтобы не пришло больше. Ну и на лбу, понятное дело, у меня тоже такая же история была с цветом кожи. И понятное дело, как только где-то вот сотрётся тоналка, сразу же цвет кожи становился всем виден реальный цвет кожи. Поэтому, понятное, я с собой постоянно таскала какие-то штучки, чтобы если вдруг что-то смазалось, замазать. Ну это просто не то, что там стыдилось, ну красное, да. Но, по крайней мере, знаете, мне стало так легко жить, потому что я помню тот момент, когда я без косметики, хоть и с маской, в снэпчате включила маску и сняла себя. И я помню вот этот момент, что я без макияжа, и несмотря на то, что я с маской, моё лицо выглядело хорошо, нормально. Потому что до этого, чтобы вы понимали, без макияжа, но с маской, которая типа всё сгладит, сделает тон какой-то лица, у меня всё равно выглядело плохо. То есть настолько всё было плохо, что даже с маской в инстаграме или в снэпчате, там очень жёсткие маски некоторые, что там вообще родная мать не узнает. Настолько всё меняется, у меня всё равно было видно вот эти прыщи. То есть это я к тому, насколько всё было плохо. И когда без косметики, с маской, у меня кожа выглядела хорошо, то есть это была первая, можно сказать, так, победа именно. Ну как победа, понятно, уж не победа. Первая победа это то, что вообще, в принципе, прыщи какие-то лютые прошли. Но для меня, как для публичного человека, который снимает сторис и так далее, и увидеть вот эту именно разницу уже на том, что я могу снять без макияжа, но с маской, и уже хотя бы нормально, то есть для меня это было уже прям вау, очень-очень приятно. Сейчас я вообще могу снять без макияжа и без маски даже. Вот недавно сняла, буквально вчера ночью, ну или сегодня ночью, сегодня ночью, да, я сняла сторис. Там видно как бы, да, что всё равно есть какие-то покраснения, какие-то местечки такие неидеальные, но в любом случае это выглядит намного лучше, чем было. Так что да, вот такая вот кожа у меня была, я знаю, что это выглядит жёстко, но что поделать. Самое главное, что сейчас не так, и вот видя эти фотографии, да, которые я вам показала, я думаю, что любой может представить, как я себя чувствовала в тот момент, когда у меня была такая кожа. Ну это на самом деле очень тяжело психологически, да, морально. И когда мне писали все, типа, ну ты можешь не говорить про свои прыщи, типа, хватит про них говорить, просто не обращай на них внимания, вот вы просто поставьте себя на моё место, именно, да, вот гипотетически представьте, как не думать о таких прыщах, когда ты каждый день видишь себя в зеркало, ещё что-то, пока умываешься, просто вот с такой кожей, или трогаешь лицо, ой, а какая дичь у меня была, вот просто случайно задеть лицо ногтём, типа, знаете, что-то хотела там почесать, и вот так вот случайно воткнулась куда-то, где у меня самый эпицентр воспалительных этих участков, это такая боль. Поэтому, понимаете, ну типа, вот то, что у меня было, закрыть на это глаза, сделать вид, что этого не существует, было очень тяжело, понятное дело, и пока картина не станет чуть лучше, причём я не всегда фоткала себя, то есть вот у меня есть фотки, да, и вот эти вот, я их сфоткала, потому что я хотела как-то следить за изменениями, или просто сфоткала для того, чтобы когда-то это всё вот так вот показать, как сейчас, когда у меня всё будет лучше, потому что я прекрасно знала и верила в то, что, ну типа, всё равно всё будет хорошо, всё пройдёт, это просто вопрос времени, и, ну как бы, вот я себя успокаивала реально тем, что, во-первых, это не самое страшное в жизни, и вообще, спасибо Господи, потому что, на самом деле, намного, много больше, хуже каких-то вещей, болячек, проблем в жизни, там и со здоровьем, чем вот прыщи, поэтому вот реально, я прекрасно понимаю, что это не самое страшное, и я не знаю, там у кого сейчас прыщи, я понимаю, я представляю, я реально один из тех людей, который может сказать вам, я понимаю, я знаю, каково это, и вот просто реально хочу сказать, что не опускайте руки, прыщи пройдут, просто вопрос времени, ну и понятное дело, что, ну нельзя просто сидеть и ждать, когда они пройдут, нужно что-то для этого делать, искать какие-то способы, варианты, узнавать, ну, типа, блин, я точно знаю, что много кому может помочь тоже Роокутан, но я никогда его не советую, хоть я его и не пила сама, то есть я не могу посоветовать, да, сказать, типа, пей, не пей, но я в любом случае не рекомендую, потому что я очень много про него смотрела, слушала, и смотрела какие-то видео, дневники людей, которые пили Роокутан, и в итоге говорили потом, то, что если бы мне сейчас сказали, типа, будешь пить Роокутан или нет, я бы сказала нет, и я такая думаю, типа, ну класс, и что делать, типа, у какой-то там девушки прошли прыщи после Роокутана, но потом она поняла, что надо было просто пить воду, ну, типа, что за лажа вообще, вот это я не знаю, это какая-то фигня, ну там не как и в воду, типа, правильно питаться, соблюдать какую-то там диету, просто, мне кажется, это первое, что нужно всегда попробовать, да, просто суть в том, что есть люди, у которых прыщи всю жизнь, как у меня, и я помню времена, когда я очень хорошо питалась, там, не знаю, где-то даже на отдыхе, просто, хорошее сбалансированное питание, нет моих любимых чипсов, рядом еще чего-то, а я чипсы редко ем, типа, это есть про чипсы, нет Макдональдса того же самого, где-то на отдыхе, да, за границей, еще что-то, ну, нет, понятно, что Макдональдс есть почти везде, но, грубо говоря, какой-то отельный отдых, типа, в Турции, просто хотела с вами поделиться, потому что не рассказывала, не показывала фотографии, и я ждала какого-то момента, наверное, когда кожа у меня будет вообще идеальная, просто, но, мне кажется, что в этом нет смысла, я просто рассказала вам свою историю, то есть это не то, что, типа, вот, попейте такие же таблетки, как и я, и у вас из того, что было у меня, станет то, что вот сейчас, типа, у меня, как бы намного лучше, да, без какой-то дичи, лютых прыщей, то есть такого нет, я такого не скажу, потому что у всех свой путь, у всех свои болячки, у всех свои проблемы, у кого-то это, может, как у меня стафилокол, у кого-то что-то другое, не знаю, я лишь просто поделилась с вами тем, что было у меня, своими мыслями, и почему я решила не ждать, когда у меня будет суперидеальная кожа, потому что я уже рассказала, что не исключено, что какой-то стресс, какое-то переживание спокойно вызовет у меня снова какие-то, какие-то болячки на лице, поэтому мне самое главное не нервничать, мне кажется, вот, ну и всем желаю не нервничать, что на самом деле я считаю, что очень многие болячки, которые у нас могут быть, появляться, не знаю, та же простуда, грубо говоря, заболеть, что-то такое, все это элементарно, может произойти просто, просто из-за стресса, из-за нервов, из-за каких-то переживаний. Мои хорошие, себе нос такой нарисую, я всегда рисую себе такой прям жесткий нос, ну, жесткий, сильно контурирую, а потом его, такой Майкл Джексон, короче, я всегда жестко рисую, а потом все это прибиваю тоннами, вот такой вот вам контуринг, я сегодня встала в 5 вечера, я не знаю, как так вышло, я сегодня должна была пойти на лазер, в 5, представляете, вот мои мысли, когда я просыпаюсь в 5, когда я должна в это время уже лежать на лазерной эпиляции, а я дома, просыпаюсь в кровати, я охренела, у меня просто реально нет слов, вот любую гадость, которую вы про меня пропишите, насчет того, что я встала в 5, я подписываюсь под каждым словом, потому что я не знаю, я злюсь на себя просто очень сильно, я не знаю, как так вышло, я просто выкричала все будильники, погода в Москве, ну, это просто ужас, в Москве дождь постоянно, каждый божий день, каждый божий день, самое непонятное для меня, что мне делать, что мне делать заключается в том, что мне нужно снять рекламу, две целых, в которых мне нужно гулять по улице, гулять по улице, причем одна, один проект у меня вообще, мой идеальный весенний день, я сама так придумала, потому что, ну, вот та погода, которая была, когда я это придумала, у меня реально, вот идеальный весенний день, пойти в ресторан, погулять по центру, насладиться погодой, погулять в парке, вообще офигенно, в итоге пишут, идея, во, давайте, и просто дожди, болезнь, я не знаю, как это все снимать, а другой проект у меня вообще, я должна гулять по ночной Москве, я не могу, и как мне это сделать, если каждый день, каждый божий день идет дождь, как мне это все снимать, суть заключается в том, что, ну, по одному проекту, если еще ок, это позже можно снять, это и планировалось там позже снимать, но по другому проекту, просто вот реально погода все портит, все мои планы рушит, реально, и дело даже не в том, что там какой-то проект, я сейчас там не сниму, да, придется там как-то позже его снимать, или, не знаю, снимать его под дождем, если вариантов не будет, то есть, дело даже не в этом, дело даже элементарно просто в том, что у меня настроения из-за погоды такой нету, нету хорошего настроения, и поэтому я просыпаюсь 5 часов, понимаете, потому что нет ничего такого, чтобы я такая, хочу сегодня пораньше встать, не, ну, сегодня понятно, я лох, это по-другому не сказать, я сегодня на лазер проспала, слава богу, ничего, все в порядке, меня на завтра сразу же записали на 5, но я офигела, мне, конечно, очень это неудобно, я такое не люблю, и в трезвом уме, состоянии, я бы никогда так, ну, не поступила, ладно, уж с кем не бывает, просто еще слава болеет, ну, как болеет, у него очень сильный кашель, и уснуть тяжело, с человеком, который кашляет постоянно, ну, у меня тоже кашель, но он, типа, вот за все это время, что я говорю, ни разу не покашлял, просто иногда хочется так делать, но сейчас не хочется, это я так просто ради примера, так что в целом, все вот в плане, у меня кашель быстро прошел, все хорошо, это была просто простуда, у меня не было ни температуры, ничего такого, у Славы тоже, по-моему, не, у Славы тоже не было температуры, у него была такая легкая слабость, я думаю, просто из-за того, что горло красное было, у меня тоже было такое, первые дни, что у меня было красное горло, и из-за этого было такое состояние, типа, общее, не очень хорошее, не было желания как-то резвиться, прыгать, наслаждаться чем-то, так, я накрасилась в целом, губы ничего такого красить пока не буду, потому что я жду еду, мальчдональдс, но он придет поздно, я уже вижу, на самом деле у меня очень много крутых, важных новостей, самое важное, самое главное новое, я теперь работаю с Кириллом Семиным, на данный момент он является моим менеджером, менеджером Карины Каспарянс и Карина Нигай, и я очень рада, кто не знает, кто такой Кирилл вдруг, а вообще-то Кирилла много кто знает, но если вдруг кто-то что-то где-то не знает, как минимум, хотелось бы начать историю с того, что с Кириллом я знакома, я его знаю очень давно, просто пипец как давно я его знаю, и Кирилл познакомил нас со Славой, и это очень здорово, потому что я безумно хотела работать с Кириллом, чтобы он был моим менеджером, потому что он порядочный, он воспитанный, он крутой, не знаю, он знает, что как надо, он знает, как правильно, он знает, как общаться, он знает, как вести диалог рабочий, еще что-то, и он с уважением относится к блогерам, с которыми он работает, потому что вот очень много разных агентств, если говорить про самое интересное, что мне кажется всегда всех интересует, кто сколько процентов берет, очень много, некоторые берут просто проценты такие, что ты такой, ну, я думаю, что я могу рассказывать, потому что я ничего плохого не говорю, но причина, по которой я ушла из своего агентства, это очень большой процент, это единственное, что реально не давало мне покоя, потому что я считаю, и считаю, что это нормально, адекватно и логично, что агентство не может зарабатывать практически столько же, сколько зарабатывает блогер, имеется в виду с блогера, с проектов, которые делаются с конкретным человеком, ну, например, со мной, и у меня вот последнее время, я все равно хочу сказать большое спасибо своему прошлому агентству, потому что у меня было очень много классных проектов, очень много, в принципе, проектов, работы, и по сей день до сих пор я также закрываю некоторые проекты, которые были согласованы, и я в любом случае хочу сказать спасибо ребятам, менеджерам за то, что они, ну, как со мной работали, в любом случае, им спасибо за все, но история заключается в том, что о своем уходе я должна сообщить за 30 дней до контракта, если я сообщаю за 29 дней до контракта, то типа он автоматически продляется на год, ну, либо там можно как-то все-таки договориться, если все по-человечески, нормально, адекватно, и люди готовы идти на встречу и сказать, ну, типа, ты не хочешь с нами работать, окей, мы понимаем, давай мы тебя просто отпустим, не всегда так бывает, но я бы хотела сказать, что я, наверное, я предупредила о том, что я хочу уйти в декабре, то есть у меня закончился контракт с агентством, сейчас скажу, по-моему, 10 апреля, то есть в этом месяце, или в конце марта, ну, что-то такое, я предупредила их в декабре, то есть раз, два, три, четыре, но, грубо говоря, за четыре месяца, не за тридцать дней, за четыре раза по тридцать, грубо говоря, я предупредила о том, что я буду уходить, потому что, ну, потому что, потому что я не могу так, мне очень по кайфу, что у меня много работы, и опять же таки, просто хотелось бы рассказать такую историю, у нас сегодня такой болтливый влог немножко получается, но мне кажется, это важная история, ну, как важная, просто интересная, было время, когда у меня было мало работы, мало проектов, и я, в принципе, была не очень активна, это вот был как раз таки тот момент, когда, когда у меня видео редко выходили на ютюбе, когда у меня все было вот так вот не от души, ну, я думаю, что многие, кто меня смотрит давно, они помнят, что это был за момент, я уже не знаю, сколько это было там, типа, года два назад, может, не знаю, год назад, в тот момент у меня еще вышло видео, где я отвечаю на негативные комментарии, я сидела у Карины дома, вот это был тот период, у меня тогда было очень плохо с работой, могу так сказать, и вот в плане какого-то заработка по деньгам, мне, меня очень спасал проект, у меня был очень крупный проект, и каждые два месяца, ну, мне приходила хорошая сумма, реально, я просто, кстати, этот проект я вела с Даней Комковым, это к вопросу о том, что когда все гадали, кто же мне кинул там на деньги, что типа это Даня Комков, нет, Даня Комков для меня очень хороший человек, очень классный, я помню, что вот в тот момент даже он мне как-то помогал, что-то там, я ждала как раз, когда придут эти денежки, мне что-то там надо было срочно, и короче, он мне что-то даже из своих денег дал, типа заранее, ну короче, это я просто к тому, что у меня конкретно с Даней Комковым очень хорошее отношение, и он меня не раз выручал, но это типа не суть важная, не столь важная, история не в этом заключается, история заключается в том, что у меня было очень мало работы, и агентство вообще не давало мне никаких проектов, проектов, наверное, там типа за три месяца мне дали два каких-то проекта, а это если что, очень мало, и эти проекты, один был по нормальной стоимости, но минус огромный процент, который агентство забирает, ну для меня это огромный процент, другой проект был вообще просто, можно сказать, я его сделала бесплатно, то есть там были копейки, но я согласилась, хотя хорошая реклама была, типа это я не к тому, что это какое-то говно было, нет, это была нормальная реклама, которую я и сейчас с удовольствием бы сделала, ну просто уже по другой цене, конечно, ну и короче, к чему я клоню, у меня не было работы вообще, проектов, и доходило даже до того, что я писала в общий чат, где сидят менеджеры, типа, ребят, ну а что работа вообще будет в этом месяце, мне было тяжело, скажу честно, но я не опускала руки, то есть я понимала, что ну значит что-то не так, значит надо как-то работать, я взялась за ум, взялась и начала выпускать, делать интересный контент, делать классные фотки, и вот я вам могу сказать, полгода где-то я реально, ну очень много чего сделала, за полгода очень много, многое осознала, изменила контент, подачу, изменила просто своё отношение к тому, что я делаю, то есть я начала пахать реально как лошадь, это звучит странно, кому-то смешно, типа, ой, ну ты начала пахать как лошадь, что фотки типа делать красивые, что гулять, поехала в центр сфотками, Я знаю, как для кого-то это звучит, но для меня это звучит нормально, потому что если у меня крутой, интересный контент, красивые фотки, и кому-то из рекламодателей брендов понравится конкретно и моя фотка, то есть у меня были такие проекты, когда клиенту понравилась моя фотка, просто одна какая-то фотка ему очень моя понравилась, он говорит, блин, хотим так же, только вот с нашим продуктом. То есть это чтобы вы понимали, почему важно реально делать красивые фотографии. Не знаю, может кому-то это не интересно, то, что я сейчас рассказываю, но мне кажется, всегда интересно заглянуть, что там внутри, как там и как бывает. И я написала, скажем так, главному человеку нашего агентства то, что вот, как-то всё очень плохо, на что мне ответили, что ну, тебя просто не берут, ну, типа вот просто не хотят, не хотят, чё-то не берут. Я такая, ого, так как неприятно, ну ладно, ну чё я могу поделать, надо работать, чтобы захотели взять. Я просто к чему веду, абсурд этой истории, но это просто пи**ть, пи**ть, по-другому не скажешь. Ещё одна причина, по которой мне хотелось уйти из агентства, когда я начала реально работать, много чего классного делать, я не знаю, что случилось, но просто пххх, у меня очень много было рекламы, очень много запросов, от чего-то даже я отказывалась, потому что просто физически я не успею, не могу. И сейчас, по сей день, тоже так, то есть у меня, слава богу, всё хорошо в этом плане, я понимаю, что всё равно нельзя расслабляться, нужно всегда работать и так далее, но вот я реально могу сказать, что я очень рада, что сейчас у меня всё так хорошо, что сейчас ко мне обращаются очень классные бренды, клиенты, рекламодатели, ну, для меня это реально важно, я чувствую себя нужной, важной и классной, ну, что ещё сказать, ну, конечно, это очень приятно и я очень счастлива. Потом, когда у меня стало очень много проектов, запросов на меня, ну, реально сумасшествие какое-то, я уже на тот момент как раз, ну, собралась написать то, что я хочу уходить, и моё письмо звучало так, то, что спасибо большое, ну, это примерно, это не дословно, спасибо за всё, я очень благодарна и так далее, и так далее, я очень рада, что меня так много берут бренды, так много брендов хочет со мной работать, но мне очень тяжело давать такой большой процент, ну, типа, делить с агентством такой большой процент, ну, для меня это немыслимо просто, нет нигде таких процентов, но я пошла в это агентство всё равно, потому что у меня особо вариантов не было на тот момент. И я не жалею, потому что жизнь — это опыт, и сейчас я уже свободный человек, и у меня уже другая команда, другой процент, который меня очень сильно устраивает, и о таком проценте можно было только мечтать, если честно. Я знаю блогеров, которые вообще не работают ни с кем, сами ведут свои дела, но я понимаю, что, ну, я не в состоянии, это очень много времени, на это должно уходить, тратиться, и я... Нет, я хочу, чтобы у меня был менеджер, который решает такие вопросы. Я так чувствую себя крутой, как минимум. Ну и вот, и знаете, что мне на это ответили, когда я написала то, что я очень рада, что меня столько брендов хочет видеть в своей рекламной кампании, но, типа, мне тяжело отдавать такой большой процент, поэтому, типа, пока, я хочу уйти. И на всё это мне, знаете, что ответили? Я вот просто не могу. Юль, это не тебя берут столько, ты посмотри, сколько менеджеров тебя продаёт. То есть, чтобы вы понимали, в этот момент я такая думаю, так, стоп, вы же мне говорили, что меня тогда не брали, оказывается, просто менеджеры меня тогда не продавали. Короче, ребят, я что-то запамятовала, о чём я с вами говорила, на чём я остановилась. Ну, примерно помню, в общем, просто я с дедушкой говорила, кушала и начала смотреть реакцию нашу со Славой, которая вышла, кстати, ссылку оставлю в описании. Посмотрите, новый выпуск, очень классный, там, называется «Шутки про коня», если что, если вдруг чё, найдите, зайдите на канал к Славе, подпишитесь, мы туда снимаем реакции, офигенно, я просто, наверное, ржу. Выпуск вышел на 2,5 часа, и там у нас очень много жёстких шуток, мы очень сильно там ржём. Короче, остановилась я примерно на том, что, когда у меня не было проектов, мне в агентстве сказали, что меня бренды не берут. Когда у меня стало много проектов, мне сказали, что меня хорошо менеджеры продают. И из этого я, ну, для меня это всё, конечно, как шляпа какая-то звучит, но я сделала для себя такой вывод, что, видимо, тогда, когда у меня не было работы, меня менеджеры не продавали. Ну, типа, по их же логике меня не хотели продавать менеджеры. Или, по их логике, меня и сейчас не хотят брать бренды, но это чушь. Но менеджеры просто уговаривают, возьмите Юлю, купите у неё рекламу. Ну, это просто смешно. Это я просто к тому, что такой вариант сотрудничества, какой-то работы мне очень неприятен. И я всё равно всегда благодарна за всё, что было, за работу, за проекты, за какое-то сотрудничество в любом случае. Но я хочу сказать, что я очень счастлива, что сейчас у меня начался новый этап моей жизни. Сегодня, теперь мы работаем вместе с Кириллом, и попозже я вам ещё всякие разные классные новости расскажу. И, надеюсь, уже даже вместе с Кириллом, потому что мы должны были все вместе встретиться, отметить всё это дело. Но, короче, не получилось. И я заболела, и у Карины не получилось. Ну, короче, в общем, перенесли. Так что хорошее настроение, я очень рада. Да, я чувствую, что эти изменения... Всегда очень страшно переходить, ну, уходить из агентства, менять место работы. Я думаю, вы понимаете, почему. Короче, очень часто блогеры, ну, многие, да, скажем так, меняют, например, место работы, скажем так, агентство, да, в те месяца, когда, скорее всего, не будет много проектов, потому что, когда ты переходишь из одного агентства в другое, бывает такое, что ты теряешься на какой-то момент, на какое-то время, теряешься из виду у брендов. Это не всегда так. И, ну, вот сейчас конкретно у меня, слава богу, всё хорошо. Очень много у меня запросов и на почту. Кстати, почта в описании, если вдруг меня смотрят какие-то бренды, клиенты, рекламодатели. Обязательно пишите, у нас всё очень классно, клёво, легко, быстро, согласовывается, договариваемся. То есть нету вот такого, что через тысячу миллион людей, то есть, грубо говоря, вы пишите мне напрямую, просто Кирилл тоже сидит на моей почте, и мы вместе всё это смотрим, сразу же отвечаем, поэтому работать со мной стало ещё легче. Вот, если что, кому интересно. Не знаю, насколько сложно было до этого, но сейчас прямо очень легко, очень приятно, классно, поэтому, поэтому рекомендую. И бывает такое, что реально вот переход из одного агентства в другое агентство блогеры предпочитают совершать, грубо говоря, в январе. Ну, типа, это, знаете, ну, январь, допустим, это как раз когда праздники, когда ещё не выделяется какой-то бюджет для какой-то рекламной кампании, ещё никого, ну, не подтверждают, не выбирают, потому что обычно в начале года распределяются бюджеты на разные какие-то рекламные проекты, кампании, ну, примерно, плюс-минус так работает, и, ну, как бы это как раз тот самый момент, когда лучше всего перейти. Или ещё бывает летом, потому что летом тоже бывает такое, типа, затишье, скажем так, перед осенью, потому что осень, это такое всё, школа, учёба, все приезжают там из-за границы после своих путешествий, ну, в этом году у нас по-другому было, но в любом случае примерно, примерно так бывает. Вот, так что сидела сейчас, смотрела, ну, не так, чтобы прям от начала до конца, просто какие-то моментики прикольные включала. Читаю комментарии, обожаю просто наши реакции и пересматривать их. Люблю, это такая дичь, потому что просто два с половиной часа снимаем там вообще, не знаю, сколько, там, три часа, но обычно вот сколько мы снимаем, типа, например, два часа, я думаю, Зай, а сколько было материала на эту реакцию дома? Три часа. Три ровно? Ты полчаса вырезал? Да. Ну, короче, типа, вот где-то полчаса вырезается, хотя я не знаю. Всегда вырезать плюс-минус, там, минут от 15, или минут от 30. Ну да, вот он говорит, что обычно вырезает от 15 до 30 минут где-то, потому что реакция это такой формат, то есть мы тут оставляем какие-то тупники, какие-то бэмэ, там, оговорилось, еще что-то, плюс мы долго смотрим шоу, иногда мы очень много комментируем, истории рассказываем, то есть вот этот выпуск мне прям очень нравится, какой он получился, потому что, во-первых, я помню, что было очень весело, и во время того, когда мы смотрели, снимали, интересно, то есть прям офигенно. Сегодня, кстати, мы будем снимать еще реакцию, вот. Пока не знаю на что, просят на какой-то колледж снять, я не знаю, если честно, что это, надо посмотреть, подумать. Так, ребята, я заказала еду, да, так и живем на доставках, а сейчас, кстати, время 11. Купец, ну ладно, это даже не самый поздний наш ужин, я как-то в 11 только пошла курицу жарить, поэтому, да, так и живем. Ты вообще в моих блогах не появляешься. Да блин, ты еще просишь у меня появиться в твоем блоге, я болел, я неделю болел, я сейчас болею, я выгляжу ужасно, не для видео. Да, но тебе мы сейчас пойдем снимать реакцию. Ну, я перед тем, как снять реакцию, это, волосы получше сделаю. Да ладно, все же знают, какой ты красивый, боже. Вы же знаете, какой он красивый. Слава Богу, он болел своим бородом. Я видела уже комментарии под новой реакцией твоей, я все типа, блин, Славе так шла борода, Славе так шла борода, мне просто хочется взять, найти этого человека, заблокировать его. Или не знаю, что. Да, кто-то написал, что Слава с бородой тебе было лучше. Я это увидела и подумала, что... Что ж? А, ну конечно, им со стороны нормально, они же не живут бородами. Ну да, им со стороны-то нормально, конечно. Ну, мне это тоже с бородой нравилось. Но она меня очень умоляла, и я подумала, что окей, ладно. Я очень просила, ну просто я уже начала его унижать, оскорблять. Ну не, это не работает со мной, типа, ну, господи, унижай, оскорбляй, да, это... Да? Да, я мушкетер. Ой, да, я так люблю наши реакции. Ребят, если вы смотрите наши со Славой реакции, которые выходят на канале Славы, то вот, мне кажется, благодаря этим реакциям, благодаря этим реакциям можно прям офигеть осознать нас с тобой в отношениях. Да, мы болтаем, шутим, мы рассказываем о... А как мы ругаемся? Мы рассказываем о всяких наших вот точках мнения и точках зрения. Точках мнения? О точках мнения, да. Ну, ругаемся тоже. Это одна из самополагающих, из интереснейших моментов. В общем, переходите на мой канал, смотрите. Ну, за кадром бывает. Не, ну, а блин, мы рядко ссоримся. Я же вообще... Я же вообще... Я же вообще абьюзер, ребят. Типа... Да какой, господи! Я же вообще абьюзер, да. Я мечтал, все, он абьюзер. Я еще тот абьюзер, сыг. Это в моих мечтах. Никакой мне абьюзер. Я свободный человек, то есть, знаете, я могу вообще пойти на трассу. Он мне ничего не скажет, да? Скажет? Ну, короче, это к тому, что вообще не абьюзер. Он только бьет меня постоянно. Даже вот, кажется, это уже перебор, знаешь ли. Даже у меня есть какие-то грани. Да нет, нет. Все нормально. Если вдруг вы находитесь в таких отношениях, как абьюзеры, бегите. Спасайся, кто может. Где мою вину? Кстати, я еще заказала соленья. Я просто не хотела опять борщ заказывать. Фигня в том, что там нужно заказать на определенную сумму, чтобы оформить заказ. Потому что иначе тебе никто ничего не повезет. Ага, все. Типа на 800 рублей хотела заказывать. Нет, на 1800 заказывать. Мне постоянно приходится заказывать одно такое блюдо, одно такое. И, например, два борща. Я думаю, ну нет, ну хватит мне борщей. У нас иногда борщей там вот столько просто, стопки. Я думаю, закажи соленья и воду заказала. Ну, я бы съел борщ, если бы сегодня мы не встали в 5 часов вечера дня. Что это вообще в Владимире есть? Ни вкус, ни сыр, косичка. Да. Два борща, пицца, кстати, есть. Пиццу уже выкинуть надо. Ну да. Ну пусть пока не все. Так, что в Вилочке есть сегодня? Сегодня у нее отличная свежая водица. Да, Вив? Что у тебя еще там есть? Прекрасный вкусный корм. Надо долезть. Я как бармен в ресторане Вива. Оп, Вивьена. Вива у нас пьет исключительно чистую водичку. Даже мы иногда из этого кранчика маленького прямо вили. Вив, с вас три поцелуйчика. Было бы классно, если бы мы Вивьене покупали водичку Эллиан? С лодки мой пирожок. О, чудо. Ее надо купать. Что-то она вонючкой стала какой-то. Кстати, сейчас еще хочу, прежде чем мы садим, это прям немножко. Раз уж ты взял камеру, типа, ну, варсонально все. Да. Купили Вивьене таблетку от клещей. Ну вот, показываю такую. Ну, просто если будут вопросы, че, че, кого. Мне всегда говорят, что лучше таблетки. Хотя у людей у всех разное мнение. Кто-то говорит, капайте, кто-то мне говорит, ошейники. Но нифига ты снимаешь. У меня, да, все, максимум. А сними вот это, как я открыл. Проходочка. Беру бутылку. Тут мало, правда? Ой, нет, надо открывать новую. Что, что у меня здесь есть залежи? Одна острая всего. Да, вставать в пять вечера, это, конечно, говной пахнет. Я не знаю, как так вышло. Самое такое, что мы оба встали. Я болею, на меня не смотри. А я живу с больным человеком. Ага. Ну, это ужасно. Просто ужасно. Ну. Ты прям плохо. Слава такие нежные ушки, что он... Ну, не нежные ушки. Ну, что плохого в нежных ушках? Тонкий слух. Ммм, вы посмотрите. О, да тут как кот наплакал. Анна, ничего, разберемся. У меня шашлык, потому что я люблю шашлык. У Славы рыбка Дорадо, потому что вчера у него был шашлык. И еще я заказала с оленей. Ого, нифига, смотри, как огурец пропитался капустой рядом. Метафрукт. Мутафрукт. Флаут. Ой, блин, острый пипец. Давайте, мои хорошие. Вообще, я включила сейчас влог, чтобы попрощаться. Что? Попрощаться? Кем? Со своим трезвым состоянием. Влог получился, наверное, очень длинный. Долгий. Я так не планировала, но так вышло. Это флог? Да. А почему он у тебя такой долгий? Что ты делала? Я очень много болтала. И еще я до этого, наверное, неделю, ну, неделю, может, полторы недели назад снимала. И я планировала продолжить снимать, но потом я заболела. И еще тот материал в начале. То есть, получается, тут два дня в этом влоге. Сколько вышло? Ну, вот без того, что мы сейчас начали снимать. Вот я сейчас начала снимать, когда пришла и да, вот это вот все я вам рассказала. Два часа было. Я не знаю, сколько выйдет этот влог, но, наверное, длинный. Но, знаете, мне норм. Мне норм, а вот человеку, который будет писать тайм-коды к этому влогу, сарямба. Ну, слушай, в любом... Встретимся в Сбербанк онлайн. Да, я, я, наконец-то, хоть что-то типа делегировала такое модное слово. Делегировала? Да. Что, тайм-коды? Ну, я этого не делала сама, я за это плачу. Девочка тебе это делать какая-то? Да. Да. Ты что, в первый раз об этом слышишь? Да. Ты чего? Ты мне не рассказывала просто. У меня уже три видео с тайм-кодами. Ну, ты мне не рассказывала об этом, типа, вот, Слав, привет, ты знаешь? Я делегировала кое-какую свою работу одной девочке. Ты так не говорила. Вот я тебе говорил, что я делегировала там обложки одному парню. Да, это я знаю. Я ему плачу за них. А ты не говорила мне вот так вот. Да, слушай, что-то как-то не пришлось к слову. И что она делает? Тайм-коды. То есть, просто как обычный человек, она от себя пишет комментарии. Нет, она не самый обычный человек, потому что она смотрит мой влог раньше всех остальных. У нее прям, ну, есть привилегия, но при этом... Не, я думаю, привилегий больше, потому что я ей плачу денежку за это. Хоть это и небольшая сумма, наверное, ну, 400 рублей я ей плачу за одно видео. Ну, да, наверное, это может быть немного, но мне кажется, что это нормальная цена для того, чтобы, когда ты смотришь влог, просто, ну, в какой-то момент поставить на паузу, ну, отметить тайм-код, написать. Ну, мне кажется, что это нормальная цена, не знаю, согласитесь вы или нет. Скажи мне, а зачем эти тайм-коды вообще? Я сейчас такой коллективный дядя. Людям нравится, я думаю, тебе тоже надо сделать. Но, думаю, на твой видос это будет, ну, 800 рублей точно стоит. Может, спасать даже. У тебя два с половиной часа. Подожди, зачем вообще оно надо, типа... Ты не знаешь, что такое тайм-код? Я знаю, в перспективе, для обычных людей, зачем, типа, это повышает какую-то заинтересованность в видео или что. Вот у Собчак есть. Ну, у нее интервью. У нее идет час пятнадцать, у меня иногда блоги уходит. Не про время, у нее же просто интервью, это другая история. Так, интервью, не интервью, а смотреть, знать, что в какой-то момент что-то где-то будет. Нет, смотри, суть в том, что интервью такая история. Например, она спрашивает у гостя, какой твой заработок. Окей, мне это интересно. Потом она спрашивает у гостя, как там поживает твоя жена. Мне это неинтересно. Я смотрю на тайм-код и перелистываю на тот вопрос, который мне интересен. С интервью все понятно. С блогами тоже самое. С логами, ну, типа, она смотрит... Вот сейчас я десять минут рассказываю о том, что... Ну, например, или десять, не знаю сколько. Я рассказываю о том, что я ушла из агентства в другое агентство и рассказываю всякие нюансы. Кому-то неинтересно. Кому-то это неинтересно, он сразу может посмотреть. Окей, но у меня, например, на канале с реакциями такое непонятно зачем. Потому что реакция идет какое-то количество времени, и мы просто даем на нее свои комментарии. Я тебе показываю, как у меня реакция с Кариной. Начало видео, но что реакция? Вот первый квадратик. Тут про зрение Карины болтаем. Тут уже, типа, видос, что готовим про разделку продуктов. Видео о животных. То есть у нас тут разные темы идут. Так же, как у нас. Это удобно. У меня же даже конкурс был. Конкурс на этот... Самый лучший тэкщик? Нет. Как это сказать? Конкурс. Победитель. Устраивается ко мне на работу. Смотрит мои видео самым первым. Пишет тайм-коды мне. И получает денежку за это. Я устроила в Телеграме конкурс. У меня когда вышел видос, где как раз я с дедушкой встречаюсь. До этого видео, по-моему, я писала тайм-код сама к одному видео. Ну, это не... Я не могу сказать, что это прям сложно. Просто мне, например, не хочется это делать, потому что я это уже смотрела. Ну, просто нужно тратить время, да. Ну, да. И, понятное дело, тратить время. Но я подумала, что это будет прикольно делать кому-то из моих подписчиков, кто и так, и так бы посмотрел это видео. Ну, еще при этом заработает деньги. Он еще, от того, что посмотрел мое видео, да. Он, может быть, посмотрит это видео на 15 минут дольше. Потому что ему надо будет там... Вот смотрит он, на паузу поставил, записал тайм-код. И, типа, так, о чем она там говорила? Про, типа, смену работы. Смотрим дальше. То есть, ну, примерно в этом стиле, я думаю. И, ну, это, мне кажется, все равно прикольно. Я подумала, что лучше пусть это делает кто-то из моих подписчиков. Кто наверняка и так захочет посмотреть мое видео. Но при этом еще и заработает с этого. Я устроила конкурс в Телеграме. Скинула видео. Я говорю, ребят, давайте так. Напишите тайм-код. Вот вам, типа, два часа. Ну, это даже больше, чем видео идет. Напишите, а я, типа, выберу. В итоге я выбрала ближе к вечеру. Потому что я уехала куда-то, что-то туда-седы. И очень много людей написали. Ну, не знаю, это жестко. Мне показалось, типа, блин, вот там много ребят сидели, тратили, наверное, свое время. Писали. А я выбираю, типа, одного какого-то человека. Ну, как бы это в любом случае жестко. Но это, типа, конкурс. Я просто, а как мне еще выбрать? Да, с другой стороны. Мне хотелось увидеть на деле, как это все будет. А как должность называется? Не знаю. Ну, надо придумать. Чел, который пишет тайм-коды. Кодовставщик. Угу. Доставщик. Вилочка, тебе это нельзя? Ну, и вот. И были разные работы. Все по-разному, кстати, делали. Ну, не все, но много было прям разных, отличающихся очень сильно работ. И некоторые были такие, что там чуть ли не по секундам расписано. Я думаю, вами бедные люди, спасибо, конечно, но мне такое не надо. Это, типа, знаешь, как можно, не включая влог, посмотреть весь влог, просто вот так вот протянуть, почитать, что там написано. И сразу понять, о чем видео. То есть, понятное дело, что, ну, все-таки какая-то хоть интрига-то должна быть. Ага. Поэтому я выбрала человека, который, ну, где-то там, например, минута, где-то 3 минуты, где-то даже там 6 минут. То есть, 6 минут идет целый большой кусок, и там одно какое-то общее название. Типа, говорю про сюрприз какой-то там, ну, типа такого. В общем, ребята, вот эти 5 минут влога мы говорим про человека, который делает тайм-коды для влогов. Да. Привет. Мой верный друг. Добро пожаловать в команду. Вот интересно, сколько... Какой интересный, черемша. Как будто укроп ем. На самом деле, тебе бы тоже было классно, чтобы у тебя были тайм-коды. Ну, никто не просит, зачем им надо, если бы люди просили. Я думаю, это не очень актуально к какому-то видео, которое идет по сюжету. То есть, типа, ты в любом случае, если, например, ты закончила смотреть и не можешь досмотреть завтра, Ютуб сохраняет твой просмотр. Не всегда. Ну, если ты зарегистрирована на канале там... Просто иногда я открываю твои реакции, я знаю, что у нас там в какой-то момент мы на какую-то тему люто ржали. Какой-то прикол был. И я очень сильно хочу найти этот прикол. И мне очень тяжело это сделать, поэтому сначала я ищу в комментариях. Если кто-то писал этот тайм-код и писал, типа, там, 01, типа, там, 05, 13, типа, час, ну, час, там, 5 минут, 13 секунд, грубо говоря. И я нахожу этот момент, и там, например, человек пишет, ха-ха, ор, вообще самый прикольный момент в реакции. Ну, допустим, а иногда я не нахожу, мне приходится самой искать, включать видео и узнать, ну, где же этот ржачный момент был. И вот сейчас тоже я, например, хочу, чтобы у меня на этом видео были вот все отметины, где шутки про коня. Ну, типа, мне хочется их пересмотреть и посмотреть, насколько они смешные, потому что я в реакции у Славы, кто не смотрел, посмотрите, сказала не в конце, а где-то в середине, когда я шутила про коня. Я говорю, типа, мне и 50-й раз будет смешно шутить про коня. Я еще потом буду смотреть эту реакцию и смеяться с того, как я шутила про коня. Ну, типа... Видео прямо называется «Шутки про коня». Да, я уже об этом говорила. И мне вот, например, хочется найти, а я, ну, вот, время, это надо мне всю реакцию опять посмотреть, ну, грубо говоря, мотать как-то, искать. Ну, нет, тайм-коды, это реально удобно. Это реально удобно. Класс. Ну, я подумаю насчет того, чтобы сделать тайм-коды у себя на канале. Да. Ладно. Ладно. Пока. Спасибо. Мы сейчас пойдем снимать Славе новую реакцию, так что обязательно ждите, комментируйте, подписывайтесь на канал Славы, также на мой тоже подписывайтесь. Пока. Спасибо, что смотрели этот влог.